Продолжение следует... Скажите, пожалуйста, как вы попали в Украину? Скажите, что вы думали об этом? Не знаю, у меня было слишком много эмоций по этому поводу. Слишком много эмоций можно навести несколько из них. Или можно даже слишком много? У нас неохраничено по времени. Страх и непонимание больше у меня было. Страх и непонимание. Хорошо. Как вы считаете, вообще вторгаться на чужую территорию? Это хорошо, плохо, нормально, ненормально? Абсолютно ненормально. Абсолютно ненормально. В рамках чего вы поехали в Украину? Понимали? Когда в страну заезжали, да, я уже понял, в чем суть. Чем обосновало было ваше командование заход? Не знаю. Я имею в виду, в рамках чего? В рамках так называемой спецоперации, объявленной вашим главнокомандующим? Нет, никто ничего не объявлял. Когда мы ехали к границе, ставить лагерь, тогда говорили, просто учения будут. А когда мы уже от этого лагеря поехали в Украину, нам выдали оружие, мы все это зарядили, я уже понял, что это добро не закончится никак. Никто ничего не объяснял, нас просто раскидали под машину и мы поехали. Я понял. Хорошо, вы заехали в Украину далее? Ну, мы ехали целыми днями, просто ехали. И все, на следующий день. Что ели, пили? Сухпайки. Сухпайки. Запас воды самой были тоже. Вот, были КамАЗы с продовольствием. Это когда мы двигались в составе общей колонны. Вот. Большая колонна была? Ну, начало и конца я не видел из своей машины. То есть? Огромная колонна. 100 больше машин. Что там было? Танки, Тигры, ВМП, ЗМК. Артиллерийские установки были тоже. Артиллерийские установки. Вот, и мы доехали уже потом до какого-то населенного пункта, где наша машина сломалась. Ну, мы ехали на МТЛБ. Вот. Там слетела гусеница, мы сломались. Подожгли ее, сожгли, подорвали. Так. Вот. И подсели к другим машинам. Так. Как? Ну, после того, как нашу машину разбили, мы, грубо говоря, сами по себе остались. Там. Ну, остались сами по себе. И как попали в плен? В плен попал. Я вот пересел на другую машину, когда нашу разбили. В последующие дни, несколько, три, может быть, мы двигались в сторону Киева и остановились в селе Лукьяновка. Вот. Мы там жили три недели. Так. Где жили? Ну, в окопах жили мы, в землянках. В окопах землянках? Да. Да, после эвакуации мирных жителей. А куда их эвакуировали? Я не знаю. Они сами выехали. Сами выехали. Да, подняли флаги белые. Написали там на машинах дети и все, эвакуировались. Угу. По-моему… Проверяли машины на выезде? Да, проверяли. 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 Ну, как только они в свой участок выехали, проверили. Телефоны отбирали? Да. Телефоны командиры все отобрали. Угу. Кроме телефонов что-нибудь еще отбирали? Ну, сигарет это… Ну, не отбирали, а спрашивали. Ага. Веришь, да? Веришь, да? Потому что… Веришь сейчас, да тебе. Ты стоишь с автоматом и выреждай мне сигарет. Ты стоишь с автоматом? Ну, по факту так все было, да. Личные вещи досматривали? Досмотр сумок, личных вещей был? Да, досматривали. Досматривали. Таких случаев, что вы забирали что-то кроме телефонов и сигарет, не знаете? Знаю. Что забирали? Командир… Командир какого-то взвода, но уже не моего, даже не моя бригада, забрал машину у мирного жителя. Вот колонна двигалась там, очень много машин было. Машину хорошую? Ну, я бы сказал, да, хорошую. Паджеро-спорт был черный. Паджеро-спорт… Старый. Ну, неплохая. Примерно 8-у просто, да, машина? Да. Скажите, пожалуйста, а чем ваши действия отличаются от действий фашистов во Вторую мировую? Ничем. Ну, то есть вы не оправдываете это? Нет. Я согласен с тем, что наша страна, она… агрессор. Вас взяли в прям конкретно как? Ну, давай уже добьем из той или еще… Как взяли в прям? Я сам сдался. А, вы сами сдались? Я сам. Интересно просто, а как это произошло? Ну, когда начался бой, я получил травму ноги. Вот, после этого командир отделения берет с собой несколько человек на разведку, вот, и говорит, если будет ну, минометный обстрел опять, то все в дом. Все одну кучку в угол там, забьетесь и сидите. Вот, если будет противник, то мы все отступаем. Вот. Он ушел, и спустя, наверное, минут пять я слышу, началась стрельба, огонь. Вот. И слышу противника, и команду отступаем. Я со своей ногой никуда, не попрыгал, а просто сидел, смотрел, как все убегают и все. А, ну и потом как? Вы подняли руки, сдались или как это было? Нет, я отсиделся в окопе, потом пополз к своим, они все уехали, бросили меня одного. То есть как это бросили от одного? Ну, просто вот так он бросили. Так своих же не бросаем, российская армия, слоган. Первый раз уже такое. То есть как это первый раз, значит они везде пишут, они уже все комментарии мне засрали нахрен этим своих, не бросаем. Да ладно, это русские. Значит, отсиделись, и прошел бой, и как дальше? Ваша поимка в плен, как происходит? Я уже вышел из этого дома, вот. Ну, дом был огорожен забором деревянным. Вот, я уже слышу и вижу через челе забора то, что там ходят вооруженные силы Украины. Вот, я сидел с одной гранатой и докурил, думаю, сейчас я все подорвусь уже. Вот, потом понял, почему я должен себя подорвать, если у меня судьба такая. У меня машина полностью, ну, не задавила, никто меня не убил. Значит, мне Бог помог. И... Я поражаюсь, простяще. Сам я вышел. Я поднял руки, бросил все в свое оружие. Слышите, подключайтесь. Алло. Слышите? Привет. Что, как дела? Я не услышал. А? Ну, да. Привет. Привет, привет. Как дела? Ну, у меня ништяк. Можете еще раз спросить или она дает право на запись разговора? Скажи, что ты согласна. Ну, на... Я согласна. На запись и публика. Полностью. Да, хорошо. Что? Что сказать? Я согласна на публикацию записи разговора. Я согласна на публикацию записи разговора. Я слежу Васильевна Васильевна. Я знаю ответы и случайно знал. Прямо где-нибудь в день и знал. А, тебе позвонили с Красного Креста, да? Ну, да. И с Красного Креста мне тоже Владимиром. Я еще 24 февраля, по февраля марта узнала, что тебя взяли в Крест. Как? Ну, понимаешь, мне скинули кучу людей видео, и меня, конечно, морально загасили тут. А, со мной видео? Да, там было и видео с тобой, и мне просто пол-самары их скинуло. Ничего себе. Да. Мы его убили по-параде. Ну, ладно. Живой, целый? Ну, конечно, раз звоните. Все посмотрит. Да? Ну, ты увидишь, как я тебе звоню. Только в видео формате. У нас, хорошо. У вас есть что-то очень личное, о чем вы хотите поговорить сейчас? Мы выключим запись. Нет, нет. Ну, вы можете звать. С Алик живой? Да, я только что звонил. С Алик живой? С Алик, да, все хорошо. Я приеду, я куплю корги. Мам! Корги купишь? Да. Я хочу корги. И мы корги купим, корги купим. А я тут это, знаешь, с кем? Тагаево. Что с кем? Тагаево. Тагаево. А где он? Тагаево. 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 Можно выключить? Не знаю. Это по-русски будете говорить? Да. Ну. Сейчас. Подожди, Таджик. Секунду, подожди. Еще раз. Что ты в России делаешь? Тагаево. Тагаево. Еще раз. Тагаево. Не-не-не-не-не. Стой. Я не могу попозже. Тагаево. Дай мне труп пыль. Я трехсотый говорю. Ты трехсотый? Да. А где штука? А... Блядь. Да ну просто расскажи. Сильный, сильный. Уже тонкий. Да мне уже неинтересно. Это... Наших там много сдохло? Наших много сдохло, нет? Тагаево. Тагаево. Я пока не поймать, я не знаю. Я... Какой-то другой спитальку. Понятно. У меня тоже, кстати, ноги пизда. Да, у меня спина уже сидит. Такие пироги. У нас там... А что это на кладе? А? Это твои наборы. Ничего, все нормально. А что ты делаешь с таджиком? Он мне испаритель, привязан с недалеко. А мне испаритель должен был. И что? Я тут сейчас могу стоять. Даша, ты дура? Что? Не встречайся больше с ним. Ладно. Мать. Я ничего не буду говорить сейчас. Вы, наверное, даже где-то и жалеете, да, что позвонили? … Субтитры сделал DimaTorzok